МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На матче против Череповецкой Северстали сработала акция, позволяющая прикинуть хоккей по футбольным абонементам. В ЭТБ Ледовый дворец собрал более 4 тысяч зрителей, среди которых оказались и сами футболисты московского «Динамо». Атмосфера хорошая, потому что арена супер. И игра быстрая очень. Буквально за 5-10 секунд на площадке может поменяться все, что угодно произойти. Так что хорошая игра. Матч против Северстали динамовцы начинают интенсивно. В первом периоде в атаке нашей команды получалось почти все, что задумано, кроме одного. Завершающие броски приходятся то мимо ворот соперника, то попадают в голкипера Северстали Якуба Коваржа. Ну а выдержав стартовый натиск и не пропустив, гости сумели отодвинуть игру от своих ворот. Более того, в концовке периода, получив численное большинство, Северстали открывает счет. Гол забивает Николай Стасенко. Отыграться нашей команде удалось также в численном большинстве. Во втором периоде четко на экваторе матча Алексей Цветков на добивании бросает не на силу, а на точность. Ничья 1-1. Перед началом третьего периода у всех, кто пришел в ЭТБ Ледовый дворец, была возможность взять автограф у Александра Еременко. Очередь к первому номеру московского «Динамо» растянулась на весь этаж. Третий период команды провели уже понимая, что следующий гол может стать в этом матче последним и решающим, поэтому больше внимания уделяли обороне собственных ворот. Забросить никому не удалось, хотя победителя определять пришлось недолго. В середине дополнительного времени Андрею Кутейкину позволяют дважды бросить поворотом коваржа. Вторая попытка оказывается точной. 2-1. «Динамо» в непростом поединке обыгрывает Северсталь. Северсталь хороший соперник, хороший игровой, скажем так. Хороший хоккей играет. Сегодня тяжело, с ним не пришлось. Хорошо меня вывели, осталось. Первый раз не попал, второй раз попал. Домашняя серия нашей команды продолжается. Уже в воскресенье не пропустите московское дерби. «Динамо» ЦСКА. Начало матча в 17.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова